Всем доброе утро! У нас сейчас 6.50, я проснулась. И я сегодня самый счастливый человек на свете, потому что у меня сегодня нет ни одного репетита. Я сегодня буду просто тихо, спокойненько заниматься после школы дома. Да? Хатечка проснулась, я сейчас пойду пить чай и собираться в школу. Хатечка вышла гулять. У нас очень красиво, всё такое желтенькое. Смотрите, как она не стала. Ну, конечно, она уже начинает потихоньку опадать. Сейчас пока стоят целиковые только клёны, а вот эти вот мистики, они все уже обретели. Я сейчас буду готовить. Уже пришла со школы, дома у меня пока, к счастью, никого нет. И у меня будут грибы тушёные. И потом я туда же добавлю ещё рис. И соевым соусом будет очень вкусно. Вот так вот выглядит мой сегодняшний обед. Сейчас ещё соевым соусом полью. Всем, кто будет кушать, приятного аппетита. У нас очень-очень тепло, поэтому я в такой джинсовой футболочке, можно сказать. Я решила изменить свой распорядок дня и вообще изменить свою жизнь, своё отношение к ней. Отношение к ней у меня поменялось в тот момент, когда я стерилизовала хати. Я уже про это говорила, но не рассказывала никаких подробностей. Это действительно, этот момент стал переломным в моей жизни. И также я решила изменить распорядок дня. Теперь мой день каждый день. В мой день каждый день входит прогулка. Обязательно. Вокруг стадиона спортивного, который у нас здесь есть. И ненавижу снимать. Как говоря, каждый день теперь гуляю вот тут вот по этой аллейке, наслаждаюсь осенью. Сейчас, правда, уже листики осыпаются, но всё равно красиво, солнце светит. Так вот, я вернулась, да. Просто для меня, правда, до тех пор ещё снимать на улице как-то не совсем привычно. Даже я бы сказала, не совсем приятно. Так, что я сделала? Во-первых, раньше, если мой подъём был в 7 часов утра, когда я хожу в школу, сейчас, вне зависимости от того, выходной или будний день, в 6.30 я уже на ногах. Моя цель дойти до 5.30, потому что я хочу каждое утро начинать прогулки. Не из каких-то там пробежек вот этих там с собаками и всё прочее. Я хочу просто спокойно ходить с музыкой, когда на улице нет ни одного человека. Это первое. Ну и так же, естественно, что изменилось. Теперь мой отбой очень хотелось бы, чтобы был в 21.00, и я к этому стремлюсь. Но пока максимум, что у меня получается, это 10 часов вечера. Ну, конечно, в идеале в 9 было житься. Тогда я реально вот полна сил, и день мой всегда будет вылечен. Я тут по дороге домой зашла на почту, купила два конверта, чтобы отправить посылку девчонкам. Как же я ненавижу почту России. Вот эта электронная очередь, идиотская, я 27 минут просидела для того, чтобы просто купить конверт. Я сейчас буду заниматься, у меня очень много заданий, и я вам хотела дать такой небольшой совет. Когда вам нужно много всего сделать, и вы не знаете точно, успеете или нет, всегда правильно расставляйте приоритеты. Для меня на сегодняшний день, обычно у меня как бы репетиторы в первую очередь, потом уже подготовка к школе. Но сегодня для меня важнее сделать в первую очередь школьные уроки, потом написать сочинение по истории, потом разобраться с картой по истории, затем прорешать тест по истории, и потом уже перейти к английскому дополнительно. Продолжение следует... Мы с Хатечкой идем на вечернюю прогулку, у нас 15.07. Девчонки, к сожалению, сегодня не получится отправить вам посылки, но я думаю, что вы не обидитесь, потому что, правда, полный завал, сейчас времени вообще нет. Но как только у меня будет свободное время, первое я сразу же отправлю. Я постараюсь сегодня все это подготовить, написать вам какие-нибудь небольшие хотя бы послания такие, сообщения, и тогда, чтобы завтра уже точно отправить. То есть сегодня, правда, никак. Я поделала некоторые задания, сделала все к школе, сделала историю, и теперь мне осталось сделать только английский. Я сейчас планирую сделать перерыв, как раз заполню конверты. Извините, что они получились такими огромными, просто не было меньше или совсем крошечные. Сейчас пока подпишу адреса, и если будет время, еще вечером оформлю до конца, то есть закрою, для того, чтобы завтра просто можно было отнести на почту. Я пришла в магазин, хочу что-нибудь купить на завтрак, потому что надоело готовить. Это все, мы пробегаем и идем, наверное, в молочку, скорее всего. Короче, стою я такая около творожного отдела, с делазовым видом, снимаю, вещаю, и потом такая поворачиваюсь. Опс, директор из моей школы с мужем, новая причем у нас директриса. Я поздоровалась с ней, говорю, ой, Улья, а что это ты снимаешь? Я говорю, да, Ольга Сергеевна, у меня есть свой канал, можете зайти подписаться. Она такая, ну, я подумаю. Я упаковываю ваши подарочки, один положила уже, но вот эта штука не отклеивается. Я попыталась ее оторвать с двух сторон, в итоге чуть-чуть порвала саму вот эту штуку, поэтому придется приклеить сейчас ее. У нас уже 9 часов, я сейчас буду полчаса учить вот этот текст. Моя цель на сегодня вот досюда, там, потому что еще на втором листке есть два абзаца. Вот, поскольку у меня лексика ненаработанная, я стараюсь учить как можно больше слов, но в приоритете все-таки тексты, потому что в контексте легче воспринимаются, ну, во всяком случае, для меня именно обороты какие-то целые, а не отдельно выводные фразы. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, спасибо, что были со мной, всем пока!